Здравствуйте, это программа про Думу. Белгородские депутаты обратились к правительству страны с просьбой ускорить создание государственного алиментного фонда. Они предлагают конкретные меры помощи одиноким родителям. Еще одна тема сегодня – региональный материнский капитал. Областная Дума планирует сократить срок выплаты и расширить возможности использования этих денег. Узнаем, на что бы их потратили сами мамы. Также в этом выпуске подробно о новом региональном законе. Он поможет сохранить наши плодородные земли, чтобы их использовали только по назначению. Сейчас о главном решении февральской сессии. Областная Дума направит в правительство страны три предложения, которые помогут решить проблему взыскания алиментов и поддержать детей из неполных семей. В частности, белгородские депутаты попросят ускорить открытие алиментного фонда в России. В Белгородской области, по данным Управления Федеральной службы судебных приставов, количество исполнительных производств по принудительному взысканию алиментов с каждым годом растет. В 2020 году их было свыше 14,5 тысяч. В 2021 уже более 15 тысяч. Рост составил 4%. Аналогичная ситуация и во всей стране. В среднем по России в число в 2020 году 1,4 миллиона 1 тысяча. В 2021 уже практически полтора миллиона. Рост 6%. В Белгородскую областную думу регулярно поступают обращения граждан по вопросам неисполнения алиментных обязательств. Вызывает нарекания и ряд других вопросов. Например, в случае поступления совершеннолетнего ребенка в колледж и техникуму в вузы, время его содержания ложится полностью на плечи одного из родителей. Ведь выплаты алиментов-то прекращаются. Получить же установленное законом пособие на детей от 8 до 17 лет из неполных семей зачастую невозможно. Так, в регионе по состоянию на середину января 2022 года из рассмотренных более чем 30 тысяч заявлений об установлении ежемесячного пособия на ребенка почти 22 тысячам граждан отказано на значении поддержки. Самая частая причина отказа – это 40% превышение размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу населения. На прошедшем заседании ЗАГС Собрания депутаты приняли обращение к правительству страны, в котором предложили конкретные меры по решению проблемы взыскания алиментов. Первое – продлить срок выплаты государственного пособия, которое сейчас начисляется на детей от 8 до 17 лет, до 23 лет, если они учатся очно. Второе – изменить расчет для назначения этого пособия. Одно из условий его выплаты – размер среднедушевого дохода семьи должен быть не выше установленного в регионе прожиточного минимума. Между тем, это самый минимальный уровень дохода. Предлагается повысить показатель для назначения пособия хотя бы до полуторакратной величины прожиточного минимума. Третье – создать государственный алиментный фонд. Депутаты просят ускорить принятие нормативных актов, которые этому поспособствуют. Из такого фонда государство будет выделять нужную сумму для выплаты алиментов, а Федеральная служба судебных приставов – разыскивать неплательщиков и взыскивать с них эти выплаченные средства. Также на прошедшей сессии областная дума приняла закон, который поможет сохранить наши земли. В Белгородской области – один из самых больших земельных фондов, который находится в собственности государства. Чтобы его использовали только по назначению, в области вступает в силу норма, ограничивающая строительство жилья в сельхозугодиях. Проект закона, конечно, обсудили с фермерами и с региональной ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Когда пообщались с фермерами, я напомню, 1400 с небольшим у нас на территории, кого коснется данная норма, то фермеры, в общем-то, пришли к выводу, согласились с нами, что другого пути просто нет. Потому что под ними сейчас более 800 тысяч гектаров, и злоупотребление здесь возможно однозначно. Поэтому наши фермеры пришли к тому, что норму нужно оставить и распространить действительно на все муниципальные образования. Тем самым мы сохраним наш земельный фонд. Запрет установлен в 21 муниципалитете. Это все городские округа и районы, кроме Белгорода. Такое решение связано с новым федеральным законом, который заработал 1 марта. Он как раз-таки разрешает фермерам строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения. При этом тот же документ наделяет регионы правом определять муниципалитет. Сеты, в которых строительство не допускается. По мнению законодателей, эта норма позволит исключить случаи спекуляции с сельхозугодиями. Белгородские депутаты по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова решили эту проблему, что называется, на берегу. Продолжаем выпуск новостей для многодетных мам. Возможности использовать региональный материнский капитал станет больше, а главное, срок его получения сократят. В областной думе по обращениям мам готовят изменения в закон. Региональный материнский капитал выплачивается из областного бюджета. Это мера социальной поддержки, которую регион вправе установить. Не путать с федеральным маткапиталом. Последний действует в стране с 2007 года и составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка, плюс выплаты на второго и третьего. Их сумма зависит от того, был ли материнский капитал получен на первенца. Что касается регионального материнского капитала, он существует только в 58 субъектах страны из 85. У всех разные суммы, направления использования и сроки выплаты маткапитала. В Белгородской области его ввели 10 лет назад. Размер регионального материнского капитала 82 тысячи 152 рубля. А изначально это было 68 тысяч 460 рублей. В прошлом году областная дума единогласно проголосовала за поправки в социальный кодекс, увеличивающий эту выплату. Ее получают семьи, где после 1 января 2012 года родился третий или последующий ребенок. При этом родители должны быть зарегистрированы на территории Белгородской области не менее трех лет. Так что конкретно хотят изменить в существующем социальном кодексе депутаты регионального ЗАГС Собрания? Что думают об их инициативе сами мамы? Как удобнее им? Подробности в сюжете. С появлением на свет Аксинии, третьего ребенка, старшие дети кажутся родителям совсем большими. А вот двушка в спальном районе Белгорода совсем маленькой. Для покупки трехкомнатной семья собирается использовать федеральный материнский капитал. А вот привести ее в порядок поможет другая выплата. Региональный материнский капитал мы бы хотели потратить на ремонт в этой квартире, на обстановку для нас и наших детей. Ну то есть в новой квартире? В новой квартире, да. Сейчас распорядиться средствами регионального маткапитала можно по аналогии с федеральным, по истечении трех лет со дня рождения третьего малыша. Но поддержка многодетной семьи зачастую требуется гораздо раньше. 82 тысячи точно не будут лишними по возвращению из роддома. Говорит Анна. Я считаю, что было бы очень правильно, если бы материнским капиталом региональным можно было пользоваться сразу при рождении третьего ребенка. Потому что обычно какие-то перепланировки дома, обустройство детской комнаты или может быть даже ванной. Это очень актуальный момент рождения ребенка. С мнением Анны согласны как минимум еще 1252 белгородцев. Всего более 1600 человек приняли участие в опросе, которые Белгородская областная дума разместила в своей группе ВКонтакте. За то, чтобы региональный маткапитал выдавали сразу после рождения, третьего ребенка проголосовало почти 80% опрошенных. Около 10% за то, чтобы подождать, когда малышу исполнится один год. Чуть меньше 5% выбрали полтора года. И 5,5% проголосовали за вариант оставить все как есть. Белгородские депутаты намерены сократить срок выплаты регионального материнского капитала. Они готовят изменения в закон. Также планируют расширить возможности использования средств. Сейчас региональный маткапитал можно расходовать только на нужды, так или иначе связанные с улучшением жилищных условий. Приобретение или строительство жилья, ремонт в жилом помещении, покупку строительных материалов для указанных целей. А также погашение основного долга и уплата процентов по кредитам и займам на приобретение либо строительство жилья, включая ипотечные кредиты. Парламентарии предлагают обновить этот список, добавив в него следующие. Подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и приобретение необходимого для этих целей оборудования. Приобретение транспортного средства. Лечение ребенка в соответствии с медицинскими показаниями и проезд к месту лечения и обратно. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Получение образования ребенка. Было бы очень хорошо, если бы эти деньги можно было бы использовать на компенсацию покупок приданного для ребенка. Ну, например, коляски, кроватки. Даже за первые три года ребенку нужно два детских автокресла. Более маленькое и крупнее, а это достаточно большие деньги. Возможно, на какие-то развивающие занятия для малыша. Я понимаю, что важно целесообразно использовать средства, которые будут потрачены на ребенка. Но, тем не менее, посещение бассейна или прохождение курса массажа – это тоже всегда затратно. И, тем не менее, очень важно для малыша и для нашей семьи. Поэтому, если бы какие-то изменения были внесены, которые позволили бы расширить возможность использования этого материнского капитала, это было бы очень, я думаю, полезно для многих и тех, кто думает о том, чтобы завести третьего ребенка. А на что региональный материнский капитал потратили бы вы? Заходите на сайт Белгородской областной думы, на официальный аккаунт из Аксобрания ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм, а также на страницу спикера думы Ольги Павловой и выражайте свое мнение. Голосование продолжается. От его результатов будет зависеть окончательный вариант проекта нового регионального закона. Он позволит более гибко подойти к вопросу поддержки многодетных семей. Доктор педагогических наук, кандидат социологических наук, профессор, академик академии акмеологии, но самое главное творческий человек. Насколько важно это качество для депутата? Я хочу познакомить вас с Сергеем Курганским, для которого слово закона творчество имеет особое значение. На смену закатам привычно приходят рассветы, Бархатный баритон, тонкое восприятие мира и не дня без искусства. Все это у Сергея Курганского не на сцене, а в обычной жизни. Общество нуждается в человеке, который воспринимал бы окружающий мир в единстве рационального и эмоционального. Вот тогда палитра будет полной. Чувствами, безусловно. Это все дает искусство. Поэтому Сергей Курганский не просто профессор, а профессор за роялем. Многочисленные ученые степени и звания не мешают ему постигать главную науку жизни. Очень важно найти общий язык с людьми, вызвать их на разговор, чтобы они поделились своими проблемами, своими интересами, своими планами, своими перспективами. Только общение. Это что, реквизит? Реквизит, да? Красота. Репетируете? Конечно, да. Поздравления всех женщин. Это очень важно. Это будет маленький ангелов. Купидон. А это что такое? Сценарий? Это сценарий, отчеты для преподавателей. Всю жизнь рядом с молодежью, на защите их талантов. Первая запись в трудовой книге «Преподаватель» в детской музыкальной школе. Сейчас возглавляет единственный творческий вуз в регионе. Разговор о важном идет не только во всех аудиториях, но и на всех сценических площадках института. Я знал, что вы меня дождетесь. Студенты и коллеги Сергея Курганского, народные, заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств в творчестве расставляют правильные акценты. Скажи мне что-нибудь на твоем языке. Название дипломного спектакля выпускников факультета режиссуры актерского искусства и хореографии. Тема эта чрезвычайно важна сегодня. Вот услышать, увидеть друг друга, попробовать понять, защитить, утешить. В общем, в этом есть какой-то, знаете, такой объединяющий момент нежности еще. Как бы я вот так по женски бы сказала. Чтобы от сердца к сердцу, с людьми надо разговаривать, с людьми надо общаться. Три года я возглавлял общественную палату Белгородской области и видел, сколько активных, деятельных, пассионарных людей у нас на Белгородчине. Людей, которые активно занимаются общественной деятельностью, которые становятся реальной силой, с которой считается власть. Наш губернатор Вячеслав Владимирович, он не только декларирует, он реализует принцип открытости власти. А что это значит? Это значит, что людей надо вовлечь в реализацию больших и малых проектов. И люди почувствуют свою причастность, соработничество, сотворчество. Наконец, соборность, соборность. Вот связь с гражданским обществом. Сергей Курганский в областной думе всего несколько месяцев. ФОН, председатель комитета по взаимодействию с гражданским обществом, считает, что связь налажена. У нас успешно работают советы территорий в городских округах, советы общественности в муниципалитетах. У нас создан институт сельских старост. Это же очень важно. Только ТОСов у нас более двух тысяч. Более двух тысяч уличных комитетов, некоммерческих организаций. Кстати, по количеству заявок на президентские гранты для НКО, мы в России занимаем первое место. Первыми были и остаёмся и в развитии культуры, прежде всего народной. Сергей Курганский вспоминает, как в 2015-м регион поставил мировой рекорд. На фестивале в Грайвере не больше двух с половиной тысяч человек, полтора часа, без устали, водили узорный хоровод. Тогда Сергей Иванович возглавлял управление культуры области. Задачи остаются неизменными и сейчас. Сохранить нашу аутентичность, самобытность. Народному творчеству очень большое внимание уделяем, потому что умом, трудом, талантом многих поколений наших предков создавалась уникальная народная художественная культура, которая дана нам сегодня и в богатстве разнообразия народной одежды, пластики танца, линии орнамента, бодрости праздника народного, народного обряда, вокальной, инструментальной музыки. Это наша основа. Истоки. Истоки мы, святочники, мы храним это. Вот посмотрите, сейчас ребята репетируют. Можно к вам, да? Здравствуйте. Ой, да не степной рюк подымается, Ой, да то речной бурла разгуляется. Жизнь, как и музыка, разнообразна. Она тревожит, успокаивает, испытывает. Главное, чтобы из разных звуков, тональностей, голосов складывалась гармония. Внутри каждого, внутри каждой семьи. Сергей Курганский вместе с супругой Ольгой больше 40 лет. И на работе, и дома. И он, как и в молодости, поет для своей жены. Нечего надеть, что не говори. Не нравится платья. Буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятья буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятья. Получить налоговые вычеты можно по упрощенной схеме. Оформление возврата НДФЛ теперь будет происходить чуть ли не в один клик. А срок камеральной проверки сократится в два раза. Депутат областной думы Иван Конев объяснит, что для этого нужно сделать налогоплательщику. Вернуть часть средств, потраченных на покупку квартиры или компенсировать проценты по ипотеке, стало куда проще. Упростить жизнь налогоплательщикам помогли внесенные в налоговый кодекс изменения. Они вступили в силу с 21 мая 2021 года. Итак, лайт-порядок. Кого он касается? В упрощенном порядке можно получить два вида налоговых вычетов. Имущественный и инвестиционный. При этом важно соблюсти ряд условий. Быть платильщиком НДФЛ за налоговый период. Обязательно иметь личный кабинет налогоплательщика на сайте. И самое главное, право на вычет должно быть получено с 1 января 2020 года. Что важно? Источником данных, подтверждающих право на вычет, станет информация, в том числе полученная налоговыми органами в рамках информационного обмена с банками и управляющими компаниями. Поэтому важно, чтобы банк или брокер, через который была оплачена, к примеру, покупка квартиры, или перечислялись деньги на инвестиционный счет, подключились к системе обмена информацией с федеральными налоговыми службами. Как работает упрощенный механизм возврата НДФЛ? Разберем его по шагам. К примеру, на покупке квартиры. Вы приобрели квартиру. Банк, если он является участником системы обмена данных с Федеральной налоговой службы, передает налоговому органу соответствующие сведения. Тогда в личный кабинет налогоплательщика придет специальное сообщение с предзаполненным заявлением. Вам останется только подписать его и подтвердить согласие на получение вычета. Деньги поступят на счет в течение полутора месяцев. Два раза быстрее, чем было раньше. Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта по сведениям, представленным до 1 марта. Не позднее 20 дней, если данные поступили после 1 марта. При условии, что вся необходимая информация, в том числе и от банков кредиторов, у налогового органа есть. Дополнительно никуда обращаться не нужно. Узнать, какая кредитная организация вошла в программу обмена, можно на сайте УФНС России. Так воробумах и справок уходят в прошлое. И уже в ближайшем будущем россиян планируют освободить лет заполнения в декларации при возврате НДФЛ по расходам на обучение, лечение и занятия спортом. Мы продолжим вам рассказывать о новых региональных законах и о людях, которые их создают. Это была программа «Продуму». До встречи.